Илья, пожалуйста. Илья, пожалуйста. Ну, прежде всего у меня вопрос. Кто-нибудь читал этот текст трижды глава Советского Союза раньше? Нет? В аудитории кто-то читал? Потому что у меня выступление, оно построено как-то так для не читавших. Ну, хотя это... Моя янц поднял руку. Вы читали, я не заметил. Вы читали, да? Хорошо. Но у меня что-то есть. Я в основном буду строить для не читавших, но у меня есть продолжение, некоторое продолжение. Значит, предисловие. Значит, где-то лет 20 тому назад, даже больше, я понял для себя, что с внедрением интернета мы вступили в эпоху, в которую, так она называется, не очень хорошо, постправды. Но в которой, ну, можно, как говорится, очень легко делать всякие подделки, фальшивки. То есть очень легко делать, так сказать, искусственные комбинации. Так? Вот. И, значит, это меня заинтересовало, как литератор, так, прежде всего. И вот, наряду с этим я понял, что существуют и другие комбинации. Вот. И я написал целую книжку, она издана была два года тому назад. Она называется «Правдивые истории». Я показываю довольно толстая книжка «Правдивые истории», вот, в которой, собственно, по степени правдивости, по степени правдивости, там есть разные категории. Ну, есть рассказы от «были», это рассказы от первого лица, где, значит, правдоподобность гарантируется присутствием «я». И действительно, это правдивые, это «были». Потом «Правдоподобная неправда», вот, так сказать, мистификация, так? Потом, значит, рассказы о реальной жизни, ну, жизни, как она есть, так? Автору кажется, что он знает какую-то часть жизни. Потом «Неправдоподобная правда», то есть это найти такую историю, которая кажется абсолютно неправдоподобной. Так, но на самом деле она правдива. Ну, в общем, вот такая примерно четыре категории, можно и больше. Но, значит, те «Неправдоподобная правда», мистификации, значит, у меня особая, так сказать, категория. Я придумываю такие мистификации, которые, как говорится, не злые, которые, ну, приносят удовольствие и автору, и читателю. Я можно их, как-то я не придумал специального термина, можно их называть джойфикацией, от слова «джой», так сказать, «радость». Ну, вы как-то сразу понимаете, в чем тут загвоздка и так далее, и так далее. Но сегодня то, что я буду говорить, оно, значит, оно относится к правдоподобной истории, то есть она неправдоподобная правда, так. Вот. И она, так сказать, в общем, как-то я ее нашел, натолкнулся на этот факт в 20-м году. И одновременно в 20-м же году вышла книжка, она была выпущена в русском издании, она есть на просторах интернета, но я ее нашел уже после того, как я написал. Значит, прежде всего, тема это «Трижды глава Советского Союза». Значит, кто он? Значит, в Википедии есть такое определение. Да, я сначала, значит, мой рассказ будет строиться так. Я сначала расскажу, а потом покажу, потому что у меня довольно много слайдов. Вот. И если бы я показывал слайды и рассказывал, то это, мне кажется, это отвлекло бы внимание. Вот. Значит, прежде всего, кто такой глава Советского Союза? Дается определение из Википедии, значит, считается представителем президиума Верховного Совета СССР. Должность была введена Конституцией СССР в 1936 году. Она стала преемницей должности председателя Центрального Исполнительного Комитета СССР. И председатель президиума назывался главой Советского Государства. И за рубежом, а порой назывался и президентом. Это не точно. Ну, вот такое определение. Теперь я хотел бы задать аудитории такой вопрос. Значит, так сказать, в стиле классика русской гернистки Белинского. Знаете ли вы историю Советского Союза? Нет, вы не знаете ее. Доказать это очень легко. Давайте возьмем это государство, которое на протяжении последних 100 лет, 17-го года, занимало большую часть Советской империи. Она называлась по-разному. То РСФСР до 1922 года, то СССР с 1922 по 1991, то Российская Федерация сейчас. И вопрос такой, кто был главой этого государства в течение трех различных периодов? И вот я повторяю, трех различных периодов. По различным периодам я понимаю периоды, не разделенные промежутками времени. Ну, я не вижу аудитории всей, так сказать. Но обычно, когда я вижу, некоторое недоумение возникает. Значит, и Ленин, и Сталин, и Крущев, и так далее, другие руководители Советского Союза, они руководили Советским Союзом в течение одного периода, без треревого. Один и тот же человек три раза возглавлял СССР или Российскую Федерацию. Кажется, такой человек существовал в природе. Немыслимо. Ну, давайте перечислим. Давайте перечислим реальных руководителей. Ну, это Ленин, 17-22-й. Это Сталин, Иосиф Сырёнович, 24-й. Да, Ленин формально 17-24-й. Это Сталин, 24-й по 53-й. Можно считать, это Маленков, с 9-го марта по 7-го сентября. Значит, это Хрущев, с сентября, 53-го, октября, 64-го. Это Брежнев, с октября, 64-го, по ноябрь, 82-го. И, наконец, три богатыря. Это Андропов, Черненко, Горбачёв. Андропов, 82-й, 84-й, Черненко, 84-й, 85-й, Горбачёв, 85-й, 91-й. Значит, в постсоветское время реальные руководители, это были три руководителя. Ельцин, 91-й, 99-й. Путин, 2008-й. Медведев, 2008-й, 2019-й. И вновь Путин, 2012-го, по настоящее время. Значит, я перечислил реальных лидеров. Все они были, за исключением Путина, были руководителями в течение одного сплошного периода. У Путина пока два таких периода правления. Однако, реальный лидер, это не глава советского государства. Главой, вот то, что я сказал, значит, в самом начале, был председатель Российского Центрального Комитета в ЦИК, а после 1938-го года председатель Президиума Верховного Совета. СССР. И вот список глав государств. Каменев, Лёв Борисович, он руководил буквально две недели, с 9 ноября по 21 ноября 1917-го года. Свердлов, ноябрь 1917-го года, март 1919-го. Был такой человек, которого никто не помнит, это Владимирский Михаил Шевдорович. Март 1919-го года, 16-го марта по 30-го марта. И дальше Калинин. Калинин был председателем в ЦИКах. Он формально от РСФСР с 22-го по 38-й, а председатель Верховного Совета СССР с 38-го по 46-й. Значит, Швердик с 46-го по 53-й, Ворошилов Климент Ефремович с 63-го по 60-й, Брежнев с 60-го по 64-й, Микоян с 64-го по 65-й, Подгорный с 65-го по 67-й, Брежнев с 77-го по 62-й, Андропов с 83-го по 84-й, Черненко с 85-й, 84-й по 85-й, Грамуко с 85-й, 88-й и Горбачев с 88-й, 91-й. А все люди, которых я упомянул, они более-менее на слуху, за исключением Михаила Шевдоровича Владимирского. На посту представителя в ЦИК он был всего лишь 2-2 недели, а зато с 27-го года он бессменно председательствовал в Центральной Ревизионной Комиссии ЦК ВКВБ. И лишь только 4 человека, Брежнев, Андропов, Черненко и Горбачев, совмещали позиции реального лидера и главы государства. Это случилось в позднее советское время, начиная с 77-го года. Ну, вопрос, и где же обещанный мною трижды глава Советского Союза? Обещанный в начале моего выступления. А дело в том, что я немного слукавил, и этот список не полон. В нем нет 8 представителей ЦИК от союзных республик. Это отдельная история, которая не имеет отношения к нашей. И она, можно найти их в интернете, их очень много. А вот полный список главы государства, я быстро его проскочу, это Каменев, Свердлов, Владимирский, Калинин, Шверник, Ворошилов, Брежнев, Микоян, Подгорный, Брежнев, который умер в 82-м году. А вот тут начинается интересная история. Это возникает фамилия Кузнецов Василий Васильевич. И он правил формальной главой 10 ноября 82-го по 16 июня 83-го. Ну, тут случается интересный период, который называется в истории гонка на лафетах, когда умирали главы государств один за другим. И известный анекдот, что политбюрок приняло постановление из двух пунктов. Первым избрать генеральным секретарем Черненко, а вторым пунктом похоронить генерального секретаря Черненко у Кремлевской стены. Так вот, значит, Кузнецов, которого обычно никто не знает, он, значит, после Брежнева от ноября 82-го до июня 83-го. После него приходит Андропов. Он избран генеральным секретарем. И, значит, в 84-м году Андропов умирает. И после Андропова главой, формальным главой Советского Союза, становится снова Кузнецов Василий Васильевич. С 85-го января, марта, по июль 85-го года. Значит, дальше, так сказать, после Андропова, после Брежнева Кузнецов, после Андропова Кузнецов и после Черненко Кузнецов. Вот. Вот эта фигура, которой я, так сказать, займусь немножко. Значит, Василий Васильевич Кузнецов простое, очень распространенное русское имя с отчеством. Он оказался жизненно необходим русскому государству в критические моменты, как говорил Мандельштам, скрипучего поворота руля. Вот в это время, как я упомянул, историческая гонка на лафетах, когда один за другим умирали генеральные секретари, и когда говорили, что Андропов работал на батарейках, а Черненко от сети. Итак, дорогой Леонид Ильич умер 10 ноября 1982 года и в тот же день стал председателем Президиума Верховного Совета Василий Васильевич Кузнецов. И был им 7 месяцев, и 31 декабря 1982 года он произнес новогоднее обращение к советскому народу, и чтобы не быть голословным, я переслал это обращение, я нашел его в интернете, переслал это обращение Виталию Казанскому, и я попрошу его поставить небольшое видео. Значит, это обращение столь же скучное, как все обращения руководителей Советского Союза, но оно действительно обращение, и оно доказывает то, о чем я говорю, это не мистификация. Поставить сейчас, да? Да, поставь сейчас. Хорошо, сейчас, секундочку. КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие товарищи, друзья! Завершается 1982 год. Для советских людей это был год созидательной творческой работы по выполнению исторических решений 26-го съезда КПСС. Как большой праздник мы отметили знаменательное событие 60-летие образования Союза Советских Социалистических Республик. Этот юбилей явился яркой, впечатляющей демонстрацией великих достижений социализма, торжества ленинской национальной политики, нерушимой дружбы и братства всех народов СССР. Своего расцвета и могущества страна советов достигла под мудрым руководством партии коммунистов. Твердо и неуклонно идет КПСС испытанным ленинским курсом. Единодушная поддержка внутренней и внешней политики партии, беззаветная преданность советских людей идеям коммунизма со всей убедительностью проявились в дни прощания с Леонидом Ильичом Брежневым. Коммунистическая партия свято дорожит безграничным доверием трудящихся. Высший смысл своей деятельности она видит в служении народу, делу коммунизма и мира. Хорошо. Ну, достаточно. Я думаю, что люди убедились в этом, так сказать, в том, что это факт, в том, что Василий Васильевич Кузнецов был, это, может быть, и произносил такие скучные слова, так же, как и все генеральные секретари. Ну, вот, значит, он исполнял вот эти обязанности, значит, именно потому, что это было как раз, Новый год выпал на середину его правления, вот этого, после Брежнева. А потом, значит, появился Андропов, так, значит, и после смерти Андропа, я уже это говорил, Василий Васильевич незамедлительно приступил к своим обязанностям, потом 10 марта не стало нашего Константина Устинча, кого назначили председателем Президиума Верховного Совета, он уже был не первым заместителем, а формально председателем, и правильно Василий Васильевич вот этого. И вот что еще интересно, у всех председателей Президиума Верховного Совета, главы СССР были заместители, а он, вот как только примерно один через месяц после его правления, он числился и председателем, и заместителем. В графе «Заместитель председателя Президиума» у Кузнецова написано было «мистическое», он сам. Вот три раза он сам, вы можете посмотреть в Википедии. То есть Василий Васильевич был абсолютно незаменим, заместителя у него быть не могло, ну и теперь надо посмотреть, кто же этот был Василий Васильевич. Значит, он родился в 1901 году, и во время исполнения полномочий ему было 81, 82 и 84 года. Это вообще соизмеримо с нынешними кандидатами на пост президента Штатов. И он вообще оказался старейшим из всех глав СССР и российского государства и правительства за всю их историю. Вот такой чемпион российской истории. Значит, ну, так чем же объяснить все-таки столь неукоснительный, трижды повторившийся взлет Кузнецова Василия Васильевича к формально высшей позиции Советского Союза, так сказать, формально президентской. Ну вот вы посмотрели на его лицо. Это вполне обыкновенное лицо, по типу инструктора райкома. Ну, кто же он, так сказать? Ну, матерый аппаратчик, проверенный в чистках как моль, как говорил Мандельштам, или Таяновский подпоручик Киже, фигура выдуманная, ну, или же, мы можем говорить, то, что сейчас называют дип-стейт. Ну вот, так сказать, можно спекулировать на эту тему. Значит, происхождение у него из простых. Хомельск, христианской семьи, как у большинства членов Политбюро и кандидатов в члены Политбюро. Происхождение очень простое. А вот если я спрошу, какое же образование он получил? Так? Какое же образование? И если у меня есть опыт спрашивания этого, то люди обычно говорят, ну, церковно-приходная школа, ЦПШ, там, два класса, третий коридор, церковно-приходное училище. Значит, или РАПФАК, Институт Красной Профессуры 20-х годов. Вот. Так вот, образование у него очень любопытное. Значит, инженер-металлур, Василий Васильевич Кузнецов, он учился сначала в Ленинградском полистическом институте, а начиная с 31-го года, два года, он учился в технологическом институте Карнеги Меллан в Питтсбурге, в Американском университете, Карнеги Института Технологи, Карнеги Меллан Университет. И он закончил в 33-м году, и, в общем-то, удивительно, в общем, это ни в какие ворота не влазит. Председатель, президент Верховного Совета, формальный глава СССР, и выпускник Карнеги Меллан Университет. Это немыслимо. Теперь, после окончания этого университета, Василий Васильевич Пинов посетил Штаты, и была командировка в 36-м году на заводах Форда. Ну и, по-видимому, он был талантливым инженером. Его, кстати, никогда не импрессировали. Очень многих инженеров, которые посещали Америку, значит, немедленно импрессировали. Это, так сказать, было как, значит, как часть их карьеры. Туполева посадили после американской командировки. Да, и вот, инженерная карьера была совершенно блистательной. Он поднялся, в конце 30-х годов он руководил главспецстадию, и потом был помощником Маленкова по металлургии. И вдруг такой скачок в 44-м году он становится председателем президиума ВССПС. Это до 53-го года. С 46-го по 50-й он председатель Совета национальности Верховного Совета. И вдруг такая, так сказать, карьера дипломатическая. Он в 44-м году ехал с Молотовым на учредительную конференцию ООН и был там по-моему около года из того, что я знаю. А в 53-м году сразу после смерти Сталина там отстраняют кратковременный был посол Панюшкин. В марте 53-го года Кузнецов посол в Китай. А это конец Корейской войны. Это ответственнейший момент. И вот с 55-го года по 77-й он первый заместитель Громыка, первый заместитель министра иностранных дел. И вообще он был основным конкурентом Громыка при выборе кандидатуры министра. Потому что был сначала Шипилов, потом Шипилова Хрущев снял и вот был Громыка. Теперь его роль в решении Карибского кризиса исключительная. Я потом покажу фотографии. Он вместе с Кеннеди и с послом Добрыниным между президентом Кеннеди и советским послом в Америке Добрыниным изображен Кузнецов. И он не был просто исполнителем директив руководителя. Он блестяще справлялся с труднейшими поручениями. Он был в Венгрии во время кризиса 56-го года. Он делал переговоры с Китаем после стычки на острове Даманской. Он участвовал в разрешении индо-пакистанского конфликта. Да, я уже говорил, что он был вместе с Молотом был на конференции ООН по выработке и уставом. Ну, значит, я вам еще рассказал какие-то основные факты, которые я знал до середины 21-го года, когда я публиковал этот текст. Ну, и выводы у меня простые. По молодости лет я не имел счастья знать Василия Васильевича лично, и более того, в течение своей жизни я вообще ничего не слышал о нем. И пропустил его вот это эпохальное обращение к советскому народу. И наткнулся на него только, как говорится, случайно роясь в интернетном плане. Но сейчас как-то, так сказать, я думаю, кто же он такой был? Кто же он был? Не Молчалин, не Акакий Акакевич, не потаенный миллионер типа Корейка, не, так сказать, молчальник-начальник из песни Галича. Ну, вот какой-то совсем это такой прототип простого советского человека, который самодвежно трудился на любом посту, на который его поставила партия, в том числе на посту главы СССР. И вот в образе Василия Васильевича, это я читаю, вылепленным художественным воображением, привлекает его кажущаяся незначительность, такая любовно-пестуемая незаметность в соединении с незаслигаемой эффективностью и фантастической удачностью. об Анастасии Ивановича Микояна приписывали умение быть сухим под дождем, проходя между струйками. Ну, Микоян действительно был один раз главой советского государства, но не три же раза. А в феномене Кузнецова, по-видимому, было нечто большее, умение управлять струйкой потоком, то раздвигая струйки, то сливаясь. И вообще его жизнь в некотором смысле это тайна, объяснение которое пока не выходило за пределами ее публикации. Сейчас создаю немножко больше, но все-таки не знаю. То есть и основной вопрос такой, как выпускник американского Carnegie Mellon University может три раза с перерывом стать главой СССР. Значит, ну, советский народ, увы, до сих пор он не слишком берег память об этом выдающемся сыне, он как-то не влез в коллективное бессознательное, и народная память не держала его имени, не до его приправления не во время, тем более после. И целые библиотеки написаны о Лене Сталине, Хрущеве, Брежневе, Андропове, Вельцове, Путине, и даже о ничтожнейшем Черненко поэт Кибиров написал целую поэму «Жизнь Константинова Черненко». Ироническую, причем. Ну вот, но есть небольшая книжка воспоминаний коллег-дипломатов, которой вот я натолкнулся прямо в середине 21-го года, и она издана издана в 20-м году. Ну и я могу считать это в общем-то в том смысле несправедливым. Значит, чем же уникален Василий Васильевич на фоне других лидеров Советского Союза? Ну, тем, что он был чемпионом российской власти, формальным главой СССР на протяжении трех различных периодов. И будь моя воля, я бы посмертно призвоил ему звание три глава СССР. Более того, он был старейшим, как я говорил, из глав, всех глав Советского Российского государства и правительства за всю историю государства российского. Более, да, и, кстати говоря, на мировой сцене он выглядит совсем неплохо. Британский премьер-министр Ульям Гладстон был премьер-министром четыре раза в различные периоды времени, но он же не был главой Британской империи. И, значит, ну, может быть, можно и пошутить, главное то, что, будучи главой СССР три раза, в течение тринадцати месяцев, этих тринадцати месяцев, Василий Васильевич Кузнецов не сделал ничего, ну, я бы сказал так, значительно плохого. Во всяком случае, ничего такого не нашел в течение тринадцати месяцев, как мы знаем, срок совсем немалый. И это меня в какой-то степени поражает, и, может быть, я помог Василию Васильевичу выйти из негутия, по крайней мере, на время. Ну, моя публикация двадцать первого года была, в общем-то, ну, наверное, первой такой, которая бы, так сказать, определяла вот так вот, ну, подчеркивал его значение. Теперь я хочу показать слайды. Значит, я сейчас делаю, значит, делаю себя так. Так. Видны слайды? Видны, видно. Видны, да. Ну, вот название, вот название, вот, вот мое определение, которое я выписал, не мое, а я выписал, председатель президента Верховного Совета, назывался главой Советского Государства. Так. Значит, теперь этот список, который я читал, значит, реальный, да, вот, вот он в Америке в тридцать первом году. Понимаете? это американский, ну, это уже не студент, но какой-то, так сказать, человек американского покроя. Он, это, его фотография, он в Питтсбурге, где-то, где он, но это не, может быть, в районе, там, где он живет, по-моему, так. Ну, значит, сейчас, минутка. Это перечисляется, ну, вот, перечисляется, вот, после Брежнева становится Кузнецов, после Андропова становится Кузнецов, после Черненко становится Кузнецов. Потом он стал пенсионером, советником. Вот он, значит, с одной звездой, у него было две звезды. Так. Теперь, здесь он выступает в 44-м году на съезде профсоюзов. Он начальник профсоюза. Здесь Шверник ему вручает орден Ленина. Пожалуйста. Здесь он в 53-м году в марте встречается с Ма Цзэдуном. Значит, интересно, что посол в Китае был назначен в декабре 52-го года. И, значит, он только оформлял дурительные грамоты, но умер Сталин, все, приехал, приехал Кузнецов. Так. Здесь он с Индирой Ганди. Так. У меня есть его фотография с Жероха Ланнера, но у меня ее нет. Здесь Громыко значит, вручает Хрущеву какое-то поздравление, а за Громыко стоит Кузнецов. Значит, здесь посмотрите эта фотография Андропов начала 60-х годов, он совершенно молодой, Фидель Кастро и Кузнецов. Значит, здесь Кастро и Кузнецов. Значит, здесь Добрынь, здесь решение кризиса. Значит, прибыл, значит, Кузнецов был во время решения кризиса около нескольких месяцев. Это фактически формальное решение кризиса, приписывается ему к оформлению документов, то еще, и вот его встреча слева, Генраск, государственный секретарь. Кузнецов, так, значит, тут Утан, генеральный секретарь ООН, тут Косыгин и между ними Кузнецов. Утан, кстати говоря, очень хорошо относился к Кузнецову. Есть личное письмо, его письмо правительству, в котором он говорит, что у меня хорошее личное отношение к Кузнецову, пошлите к Кузнецову. Значит, здесь Кузнецов, вот этот лорд справа, лорд Карадон, представитель Англии в ООН, а между ними представитель Советского Союза в ООН был такой, ну, я выпал из головы, Николай Всеволодович, может быть, кто-то подскажет. известный, он китая Вед был, выполнен головой. Вот тут Карадон и здесь во время, здесь кризис после шестидневной войны. И здесь роль Кузнецова, я бы сказал, не самая лучшая. Он фактически написал резолюцию 242-ю, которую, как говорится, все при ней. Вот, тут, как же фамилия, Федоренко, Федоренко, вспомню, Николай Федоренко, Кузнецова, это вот там. Да. Здесь он в семейном кругу, по-моему, золотая свадьба у него. Здесь он со своей женой, которая была преподавателем марсизма, ленинизма в Московском университете. Здесь он на охоте. Это обычное, так сказать, занятие с птиченополитбероном. Здесь вся его большая семья. А здесь этот 2017 год Министерство иностранных дел Лавров открывает доску подсчета на его доме. И вообще начиная с 17-го года появилось некоторое количество официальных материалов. А наконец в 2020 году появилась книжка воспоминаний. Первая. Пожалуй, единственная. Ну, голос я показывал. Да. А это другая. Ну, вот, грубо говоря, так сказать, попросту я рассказал все, что я знал до 21-го года, плюс некоторое собрание слайдов. Вот. Ну, значит, он представлял собой такое уникальное сочетание инженера, дипломата, потом такого крупного партийного бонзу, и такие скупые сведения, которые у меня есть, ну, так сказать, крупного советского разведчика, не просто разведчика, а куратора служб совершенно определенных. Да. Вот я кое-что рассказал, если будут вопросы, я потом еще раз расскажу. Спасибо. Мы переходим к вопросам. да, у меня есть кое-что много рассказать, но я потом расскажу. Прошу, у нас есть первый вопрос. Игорь, пожалуйста. Григорий, лицо, конечно, казалось знакомым, хотя фамилию уже вспомнить не мог. А как человек в 1931 году с крестьянским происхождением из Костромской губернии, с очень-очень-очень простыми родителями, даже для тех времен, как, каким, я понимаю, через НКВД, это понятно, но очевидно, его в то время, когда послали, он, наверное, знал английский. Каким образом люди в 30-м году могли знать английский так, чтобы послали в Америку учиться, в университет? Университет очень серьезный, один из лучших в Америке, непростой. Вряд ли он получал английский в Ленинградском политехе. Очень вряд ли. Что-нибудь знаете вы об этом? Вы знаете, было так следующее. Я напечатал этот, согласитесь, тема любопытная, правда? Да. Я напечатал это в журнале «Чайки», и потом я получил письмо. Причем письмо, значит, консиденциально человек попросил меня, ну, по e-mail, попросил меня не это самое, и, значит, он рассказывал, он навел меня потом на книжку, и кое-что рассказал, кое-что, ну, я из этого кое-что скажу. Значит, он учился в каком-то, он потом учился в каком-то городе, он, но он не знает этого ничего. Я написал потом несколько писем, я написал несколько писем сыну, ну, или сыну, да и внуку, мне никто не ответил, но ответили три человека из МИДа, они ответили. и двое из них попросили конфиденциальности. Короче, я этого не знаю, как он знал английский, я не знаю, понимаете, я знаю, вот что, да, вот что, там было, он какие-то, проходил какие-то частные уроки, я спрашиваю, я примерно так же спрашиваю, образование его до, так сказать, этого, что он кончал, ну, они говорят, что он проходил какие-то частные уроки, вот это, у меня есть такое письмо, ну, что можно сказать, ничего не сказать, но он, да, потом он, он знал английский, настолько, что он, так сказать, общался по-английски во время индопакистанского, он общался по-английски с Неру, да, он говорил, ну, несколько раз он переводил, так, он лично переводил, так, об этом есть свидетельство, поправлял переводчиков, так, но у него была очень хорошая память, значит, в книжке, в воспоминаниях приводится такой случай, что ему дали текст выступления в ООН, он обнаружил, что там нет страницы, и он по памяти воспроизвел эту страницу, и когда они потом восстанавливали текст выпечатания, они говорят, что это было было очень близко, потом, он очень, так сказать, как работник он был, очень ответственный, он поправлялся переводчиком, всегда писал в блокноте, все что такое, и его стиль такой был интересный, значит, Громыко, например, жил на даче, и он посылал человека, чтобы узнать мнение Громыко, и так далее, и когда человек приносил это мнение, он его спрашивал, значит, вот вы говорите какое-то высказывание Громыко, а что он имел в виду, а какое у него было выражение, а вы уверены ли в этом, и так далее, понимаете, то есть, он такой, был, как-то, так сказать, психологически развит, понимаете, и память у него была хорошая, все вспоминают, что когда он, например, ввел обсуждение Ближнего Восточного, в частности, он примерно так говорил, вот вы, Иван Иванович, высказывали такое мнение, а год тому назад вы высказывали такое мнение, а потом вы его изменили, объясните эволюцию вашего мнения, и что вы сейчас думаете, то есть, ну, какой-то был природный, природный разум, понимаете, у него был. Понятно, то есть, то есть, в 25 лет примерно. Нет, в 1901 году рождения. Нет, я понимаю, в 25 лет примерно, когда ему было, на него положило глаз ГПУ, иностранный отдел ГПУ, подучили английскому, и каким-то совершенно непонятным, странным образом в 1931 году отправили, или в 1933, отправили в Америку. Само по себе это уникально, конечно, потому что в это же самое время, в этом же 1932, 1933, 1934 году было дело промпартии, когда всех знающих специалистов, профессоров, академиков, которые когда-либо работали за границей, с них начинали, их начинали арестовать, и по процессу промпартии там не было никого практически, кто бы не жил за границей, не работал за границей, не учился. Пример такой, у меня была дискуссия после напечатания, и человек спрашивает, ну как это может быть, чтобы не листовались, а я говорю, да, ну вот, Тавасян, который был в этом самом, он, он, ну, знаменитый, так сказать, инженер, он, так сказать, его еле-еле, так сказать, не посадили, то есть, чуть не посадили, то есть, там практически процент, процент посаженных где-то был порядка 30%, ну, все-таки. Григорий, я понял, то есть, в иностранном отделе ГПО он числился в самых верхах, он был под предкрытием, наверное, сначала Сталина, потом еще кого-то, то есть, сначала кого-то, потом Сталина, и его не трогали, поскольку он был в особых списках. Очевидно, как-то. Несмотря, что удивительно, ведь, понимаете, прошло уже несколько таких суперчисток, там же всех мили, там и Ягода, и Жовы, всех-всех-всех, а он у себя. Интересно, интересно, спасибо большое. Да, ну, даже больше того, то, что я хотел сказать, я, значит, в этих письмах, я, значит, стал спрашивать, вот когда он, у меня была интуитивная мысль такая, значит, поскольку он практически, ну, не меньше полгода, сидел в Америке в 44-м году, то вопрос, с кем он встречался и как он встречался, и этого я особенно не нашел, значит, вот, а зато, значит, когда он был уже председателем президиума Верховного Совета, он встречался с немецкими, с немецкими учеными, и среди немецких ученых был, знаете, кто? Клаус Фукс. Да, Фукс, конечно. Да, вот Клаус Фукс, но я думаю, аудитория знает, кто такой Клаус Фукс, я напомню, это, значит, немецкий ученый, который был до войны членом коммунистической партии, потом переехал в Англию, из Англии он был, значит, приглашен работать Коппенгеймеру, и, собственно, он, он так считается главной фигурой, передавшейся секрет театрной бомбы, потом он переехал, переехал снова в Англию, как английский ученый, но у него был прокол, его брат, точнее, не у него, а его брат, который жил в ГДР, получил повышение академическое, и он обратил на себя внимание, значит, Британ Интеллижен Сервис, и после этого его арестовали, он сотрудничал, получил 14 лет, был в 59-м году выпущен, они его не отдали в Америку, хотя Америка хотела, значит, и он приехал в ГДР, и в ГДР он стал заместителем, заместителем Академии наук у них там, он был заместителем директора атомной энергии, и был академиком, да, и в общем, так вот, и был членом Политбюро, он был членом Политбюро, ЦК, ЦК Социалистической Единой Партии Германии, и вот, по каким-то причинам Кузнецов с ним встречался, понимаете, вот, значит, я должен сказать, что, как фигура, он достаточно умный, ну, например, и он, так сказать, как говорится, бескрайности, например, он был фактически гауляйтером во время чешских событий, и он там был в Чештоваке четыре месяца, и вот такой диалог приводится в этой книжке воспоминаний, значит, какой-то человек, да, полковник, представляется ему комендант города Острова, советский полковник, а Кузнецов говорит, а что, сейчас военное положение? А тот говорит, нет, а чего ж ты комендант города? Говорит, а где твоя часть? Она говорит, в лесу. Он говорит, иди в лес, и там сиди, и не высовывайся. И он написал письмо, чтобы танки убрали из городов, там, то есть, то есть, он очень, ну, дипломатично решал все, понимаете, но при этом не надо забывать, что это был советский, как говорится, человек, резолюцию 242, это он написал, так, в общем, ну, как-то так. Потом воспоминания Ходомишина, есть, был такой посол, он говорит, я, Кузнецов, уже будешь председателем, говорит, я хочу посоветоваться, что нам делать с Сахаровым? Решение только два, либо его, так сказать, выслать за границу, либо отправить в Борький. А Домишин, якобы, говорит ему, ну, а нельзя ни то, ни другое? Говорит, нет, нельзя. Так, вот надо либо, ну, как ты думаешь, как дипломат? Ну, тот, как пишет, что он отказался от решения, ну, вот он, так сказать, участвовал в таких решениях. Значит, потом, ну, так сказать, довольно аскетичен был, потом любопытное такое, он был, взял себе должность председателя жилищной комиссии Министерства иностранных дел, у него была такая, потому что считалось, что, в общем, он неподходим, он, так сказать, то все, в общем, как и так. Он вытаскивал из тюрьм нескольких людей, которые его потом благодарили. Ну, в общем, как-то, то есть, слуга царя, отец солдата, вот такая фигура. Но, но за ним стоят, конечно же, спецслужбы, какое-то серьезное, какое-то серьезное положение в спецслужбах. Ну, вот, вот как-то так, пожалуй, все. Но это показывает, что, для меня это показывает так, с одной стороны, что мы очень мало знаем реальную историю Советского Союза, и как там, что там происходило, и есть такие вещи, до которых можно докопаться только случайно, понимаете. Вот. Ну, и потом, вот, вот кто такой, что такой реальный лидер, понимаете. Советская власть прогласила ни бога царя, ни герой, так, а потом Ленин удерживает большевики государственного разговаривали, что любая кухарка и любой, так сказать, рабочий могут быть руководителями. Ну, вот, пожалуйста, Кузнецов, так, такой, такой руководитель. Возвращаемся к вопросам. Михаил, пожалуйста, ваш вопрос. Спасибо. Григорий, вот у меня к вам такой вопрос. До принятия Конституции 1936 года, когда, так сказать, был Центральный Исполнительный Комитет, о чем вы углубинали, то председательство в этом Комитете было по очереди. То есть, там были председательства Калинин, Петров, да, да, да. Но никто, они что, тоже воспринимались как главы? Калинин Калинин воспринимался, всесоюзный старост. Калинин воспринимался. Формально ведь не было такого. Не было, не было, не было. Нигде не реализировано понятие главы государства. Нет, вот то, что я сказал, оно вот так вот, это самое. Формально, вот скажем, если тут, наверное, Игорь подскажет лучше, если вы, обращения Рузвельта, они были Калинину. Ну да, здоровья президенту Калинину, да, я помню это. Скажите, а вот тогда, значит, у меня вот такой вопрос. У меня, например, я читал вашу публикацию в «Чайке» в свое время, у меня сложилось какое-то впечатление, что Кузнецов скорее был не главой государства в роли заместителя председателя или исполняющего обязанности председателя президента Верховного Совета, а что скорее это был какой-то зиц председатель, который грел стул для следующего уже настоящего председателя. Косвенно это можно заключить еще вот из чего. Он ведь не был членом Политбюро, он был, жил и умер кандидатом в члены Политбюро. Он был сложная вещь, он был членом Политбюро, по-моему, в годы 1953-1955, вот как-то, или 52-1955, а потом его понизили. Вот в том-то и дело. Да, его понизили. Политбюро, он был членом президиума ЦК КПСС. там был президиум. А потом, когда он восстановил... Но президиум был хозяйствен Политбюро. Но потом, когда восстановили это... В общем, короче, он был кандидатом в члены. Нет, ну я понимаю вашу логику. Это обычно, что он был здесь председателем. Но я, посмотрите, я привожу примеры, и это примеры подтвержденный участие его в каких-то кардинальных кризисах. Причем не просто участие, а радикальное участие. Понимаете, вот это... Он реально работал с Кеннеди, реально работал с Мацдуном, понимаете, реально работал с... Вот был гауляйтером во время чешского кризиса. Ну вот такая... Вот называйте как хотите, но он не просто был здесь председатель, а другое дело, что у него не было претензий. Понимаете? У него не было... Он был такой человек без претензий. такая уникальная... Но надо в этом разбираться. Я не... Да, безусловно. Ну, он работал с Мао с Кеннеди... Не только. Он решал вот какой-то какой-то устанавливал формат отношений. Понимаете? Потому что послан был Панюшкин. Послан его... А тут была критическая ситуация, был разгар войны, которую хотели остановить в честь и советских новых советских руководителей. И они послали установить новый формат отношений и определить отношения к войне. А вам не попадалось что-нибудь о его роли во время этого эпизода с сбитием... Нет. Нет. Нет, не попадалось. Ну, что? Ну, слушайте, я, по-моему, я не еще сделал много, но я сделал... Я написал письма, и мне ответили три дипломата. Понимаете? И два из них сказали, что ни в коем случае ничего не... не говорить, кто они, что они... Уважаем, так сказать. То есть, я считаю роль... Я обратил внимание в данном случае. Это, ну, все-таки некоторые... Я все что-то уникально. Понимаете? Вот как... Нет, безусловно, этот материал, который вы доложили, он очень интересен. Даже для меня, который читал вашу публикацию, мне было очень интересно вас слушать. Ну, и разрешите последнее буквально несколько секунд. Вот, вы знаете, есть уникальный случай, когда человек, наверное, был в командировке в Соединенных Штатах и ничего дальше, не пострадал ничего. Этот человек, второй муж моей мамы, он в 30-е годы, он был абсолютно рядовым инженером, он не был членом партии, он после командировки в Соединенные Штаты, он никогда не занимал никаких административных постов, но он сделал научную карьеру, там, сделал определенные разработки и так далее, и так далее. Но он вот был тоже, вот был такой случай, и, наверное, может быть, и не только... Ну, нет, ну, конечно, конечно, законные рядности, конечно, но нет. То есть в этом смысле это, может быть, не так уж и уникально, что человек был и не пострадал. Ну, все-таки, понимаете, это всегда... Были ли вы за границей, это же вопрос. Был вопрос, сам заполнял, да. Да, были ли вы за границей, это вопрос всегда, понимаете? Да, а он был за границей два раза точно, а потом блестящая карьера. Понимаете? Спасибо. Роман, пожалуйста, ваш вопрос. Вы знаете, я в свое время, когда Кузнецов стал зам председателя, я интересовался немножко им, и мне кажется, его взяли туда в связи с тем, что он знал первое, он знал дипломатический протокол, и второе, это то, что ну, нужно было... Человек Брежнев видно не очень нравилось вручение этих верительных грамот, орденов и так далее, этот выполнял всю его вот эту рутинную работу. Я думаю, это было две причины, они подбирали человека именно по этим данным, и выбрали Вася-Вася. Вот, собственно говоря, это не вопрос, а небольшой доступ. Нет, вы знаете, но уникально ведь все-таки, что человек со старелизейным образованием вдруг скачком становится дипломатом, который знает дипломатический ритуал. Вот это, так сказать, уникально. И о нем вспоминают вот эти люди. Там вообще интересно, в этой книжечке, там такое сочетание есть, ну, некоторых правдивых фактов и гигантского чинопочитания, которое характеризует атмосферу в этой среде. Например, вспоминает человек, как же это самое, замминистра Калеспов, замминистра вспоминает. Калесников? Нет, 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 там комплектов, комплектов, замминистра института, комплектов. Он вспоминает, говорит, вы представьте, я стою в приемной у Василия Васильевича, у его двери, вдруг он выходит, обнимает меня за плечи и говорит, заходи, Витя. И вот это вспоминается как доказательство небывалой доброты этого самого, судя по всему, он человек был не злой, и так сказать, не причстой, но то, что они это вспоминают, это вообще потрясающе. Таких эпизодов там довольно много, понимаете? Как в анекдоте, когда Ленин гладит детей, а мог бы и полоснуть. Да. Так что вот, но тем не менее, в этой системе он действовал, наверное, по сравнению с другими, очень эффективно. Он как-то, так сказать, запоминал документы, говорил, учил простым вещам, ну, какой-то вот самородок такой, самородок. Они, они о нем используют самые высочайшие, высочайшие тона слов, значит, и открыли доску, и так сказать, вот о нем у меня, ну, я не привожу сейчас у меня отдельный, Лавров о нем говорит так, это уникальная личность, то есть все другое, знаете, да, вот как-то так. Вот, ну. Спасибо. Да. Следующий вопрос, Лана. Спасибо большое. Я просмотрела, что там о нем пишут другие, и интересное воспоминание, что Шипилов, когда вот он уходил со своего поста, его Хрущев попросил назначить кого-то, предложить кого-то вместо себя, и он предложил двух человек, Андропова и Кузнецова, причем он охарактеризовал Андропова как бульдога, а Кузнецова как умницу, и Хрущев выбрал Андропова, но что это говорит, что они оба уже давно к тому моменту были, так сказать, в КГБ, и внешне, как он там называется, торг этот самый, в котором они оба были, это же ну функция КГБ, то есть как-то совершенно однозначно, что будучи даже изначально способным как инженером, он был выращен системой как я не знаю, разведчик, как потенциальный человек КГБ. Нежелин, да. Да, ну тогда Хрущев выбрал Андропова, а мог выбрать умницу, но умница свое место все равно занял. Спасибо. Зус, пожалуйста, ваш вопрос. Спасибо. Спасибо. Ну мы многого не знаем вообще-то, практически ничего, умираем с минимум знаний. Ну, очень интересная история, она мне напоминает отбор на нашем, в нашем НИИ, напоминает отбор людей, которые предложили быть разведчиками. лучшие люди туда шли, их как-то высматривали, присматривались и высматривали. И такой он действительно посконный представитель глубинки, такой угрофин. То есть надо подчеркивать, что он из Костромской области и настоящий такой крестьянин. А вопрос у меня такой возник. Какова была его реакция на то, что уже при его жизни начали его государство как сказать десментал, то есть стали не то, что уничтожать, а снимать повестки советское государство? Какова была его реакция? Ну он же умер в 90-м году. Он очень вовремя умер. Понимаете? Я не знаю. Я просто не знаю. И потом понимаете он какой-то совершенно закрытый. И вот его письма родным они никак не характеризуют никакой эмоциональной составляющей тут нет. Это просто совершенно закрытый эффективный человек. Не знаю. Но его характеризуют вот что. Он конечно в ситуации с Хрущевым он был человек, который ориентировался на Хрущева. значит Громыка, Хрущева и так далее. А тут наступает ноябрьский пленум, октябрьский пленум 64-го года. И что же делает Кузнецов? Кузнецову дается поручение еще до снятия Хрущева формального. Он работает с послами, которых специально пригласили из всех стран и проводит с ними такую инструкцию проводит на такую чтобы как им действовать в новом периоде. То есть он поворачивался просто так же он такой понимаете поворачивался он просто такой но другое дело другое дело что он там как-то делал очень элегантно что ли я не знаю ну вот меня сейчас нет под рукой но этот самый лорд Карадон написал о нем стихотворение значит после того когда он участвовал в этом палестинском решении принятия этой конфигной резолюции 242 написал в самых тонах что дескать когда мы не знаем что делать мы ждем света с востока и прилетает Кузнецов и все решает так значит Утан писал письмо пришлите Кузнецов не знаю я не знаю как как это можно только как-то средствами художественными можно как-то конструировать понимаете ну это это вот именно как бы сказать просто вот я сказал ни бог ни царь ни герой простой советский человек понимаете вот например Ильич был Ильич первый среди равных потом был вождь всех времен и народов это такая а между ними затесался простой советский человек понимаете вот простой советский человек он какой он мог быть и вождем он мог управлять государством но он вот такой ну такой винтик винтик ставший значит важнейшей детали понимаете вот это вот это было действительно вот в этом смысле он очень интересен как такая типичнейшая фигура того времени вот вот это спасибо Михаил что совершенно неожиданно для него его вызвали в соответствующий отдел ЦК и предложили ему перейти на дипломатическую работу при этом Добрынин там еще замечает следующее что потом он узнал что вообще идея привлечения людей из промышленности возникла у Сталина и это произошло после того когда был снят Литвинов еще в 39 году значит и Сталин в разговоре с Молотовым обмолвился что почему у нас вот эти дипломатические кадры все время там какая-то каста создается надо привлечь рабочих работников из промышленности и почему-то особенно из авиационной промышленности вот так Добрынин попал на дипломатию интересно а вы читали воспоминания Яковлева о Сталина конечно 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 это интересная книжка да очень она полностью полностью очарован 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 но там масса американских впечатлений якобы когда белое все покрасил белой краской все под под американским влиянием все да очень интересно ну вроде бы нет вопросов да можно задать вопрос пожалуйста спасибо ну во-первых должен сказать что очень интересный историко-архивный так сказать доклад расследование или исследование но вот для меня лично главным феноменом прозвучало следующее может быть это и будет вопросом явное несоответствие так сказать публичной узнаваемости и таким послужным списком человека которым идет речь у меня такой вопрос может быть можно как-то объяснить этот феномен то есть какой механизм узнаваемости был в советском союзе скажем принадлежность может так сказать номенклатуре выше партийной так сказать уровня потому что все остальные хозяйственные советские они в этой структуре советской власти нивелировались и на дипломатическом уровне и так далее я хочу привести пример может быть другого ранга мой дядя в Нижнем Тагиле в течение сорока лет был зам генерального конструктора танки строил вот его фамилию никто не назовет кроме может его работа вот генеральный конструктор который был слабым инженером согласно данным так сказать моего дяди он и герой сатистического труда и был узнаваемый это маленькая модель может быть у меня вопрос именно имеет место вот такая мысль которую я высказал в смысле такая латентная узнаваемость не узнаваемость вернее именно в структуре советской власти спасибо ну вы знаете тут много слоев наверное во первых во время войны создавалось дополнительное правительство которое как говорится там в котором был вознесенский позднее так сказать казненный то есть было было правительство ну которое которое на крайний случай это раз так а во вторых ну ну кто узнаваемый тех которые внесли на плакатах правда вот эти члены политбюро там товарищи Кириленко там все-все-таки есть очень смешной текст написанный Шостаковичем который я не знаю знаете ли вы когда Шостакович был значит в Одессе он написал своему товарищу письмо всюду радостные лица всюду портреты товарища Кириленко товарища Брежнева и он перечисляет все эти и видно и видно с какой ненавистью он их перечисляет понимаете то есть были узнаваемы те которые так сказать ну которые члены политбюро и кандидаты члены политбюро эти узнаваемые спасибо это ответ на мой вопрос благодарю да спасибо Анна пожалуйста ваш вопрос Григорий очень интересно и я одна из тех многочисленных которые слышат это имя впервые у вас есть какие нибудь догадки почему вот эти вот люди из министерства иностранных дел просили не называть их имена может быть может быть они как-то это объяснили может быть догадки может быть на основе того что именно они вам сообщили ну вот я говорю они навели меня на то чтобы я узнал что он встречался с Клаусом Фуксом комбинируя это самое ну то есть это может быть так сказать хоть и очень давнее но все равно государственные секреты поэтому это не называют Клаус Фукс если я буду если я буду писать я может быть напишу как говорится ревизит то что расширю то что я написал потому что психологически он интересен и может быть вот тебе тот вопрос который задал Игорь простейший как он изучил английский язык понимаете и кто его учил и где вот это нет ну там слушайте конечно многих выше была революция но оставались люди которые знали английский язык продолжали учить английский музыку он кончал институт какой-то и так далее хотя он политехнически там не было английского там было его начальных да прямо известно что в политехническом не было ленинградский политехнический там был известно что не было английского там был но я не думаю что там было вот то что другая вещь которую я узнал что частные уроки он учился частные уроки ну понятно ну если у него была феноменальная память даже при плохих уроках институтских это так сказать тоже могло ему помочь выучить язык понятно хорошо спасибо но самое интересное например так он говорил дипломат должен владеть устной речью и письменной речью письменной речью чтобы создавать документ устной речью чтобы объяснять документ но когда я читаю как говорится то что он писал письма своим родным ну это письма очень простого человека или когда вот эта речь то есть я не чувствую что за ним интеллектуала но видимо это письма или простого человека или простым людям да это тоже можно представить может быть да то есть не вижу вот простые значит он пишет там как-то вот мы сидим ну внукам или детям вот мы сидим два значит хранителя семейной традиции мы желаем вам ну в общем очень просто хорошо спасибо спасибо ну вот это я продемонстрировал на самом деле как ну вот такое я считаю что это редкая удача для меня по крайней мере найти такой факт вот а значит я а более преуспел я в создании мистификации вот это если у нас есть время я могу какой-нибудь прочитать мистификацию ну посмотрим и этого достаточно все пожалуйста один вы хотите прочитать мистификацию ну вопрос такой может нам выключить ту запись чтобы не смешиваться Григорий как вы хотите или чтобы в этой записи как вам удобнее ну как вы хотите вам удобнее хотите чтобы это было оно не будет как бы смешиваться как вам удобно потому что для меня важен такой художественный момент это сочетание правды и неправды давайте записываем дальше я включу свет себе потому что можно два слова сказать если вы хотите чтобы вас услышал докладчик тогда нам будет немножко подождать вот теперь можно пожалуйста значит вот я послушал это сообщение доклад что для меня главное человек который это сделал вот так удивился человеческому природе он радуется что он нашел такого человека это вот уникальное по-моему действие которое проявил докладчик это было очень очень приятно человек ценит вот человеческое в человеке и восхищается независимо от того в каких условиях он работал вот мне кажется это очень интересно поэтому большое спасибо докладчику спасибо вам правильно вы поняли спасибо очень я хотел бы внести небольшой долю цинизма человек видимо во первых большое спасибо я мало знал про Василия Кузнецова но он не был тяну наверху были достаточно приличные люди достаточно приличные насколько позволяла эта система они были в меньшинстве но они были я сильно сомневаюсь что он играл какую-то роль кроме чисто технической эти люди не боролись за выживание не боролись за власть они не могли быть допущены к внутреннему кругу это скорее всего были просто технические специалисты высокого класса это тоже очень сложный вопрос они были люди такого высокий класс это были те кто внизу те кто делал заключение анализ и так далее эти люди соединяли в себе три вещи первое хорошую интуицию второе умение выживать в этой среде то есть закрывать глаза на многие вещи и третье они были они должны были обладать определенным набором знаний плюс обязательно хорошая память то есть умение работать аппаратчиком там это превышает все ваши научные заслуги если вы не можете вовремя отвечать на записки если вы даже откроете новую теорию относительности там не лучше но подождите минуточку если взять Харитона ведущего специала но он никогда не был не-не-нет он же никогда не был на таком уровне он был типичный научный руководитель да между прочим он тоже был за границей за границей это полдела дело в том что десятки тысяч советских инженеров работали с американскими и немецкими специалистами во время индустриализации то есть количество контактов с иностранцами в тот период было огромное и посадили очень много но далеко не все ну конечно это абсолютно правильно их просто было очень много а вот то что он уцелел после поездки в Америку это действительно факт уникальной скорее всего у него было какое-то задание чтобы ну мы можем это гадать просто было какое-то задание потому что выжить после поездки в Америку было очень тяжело все кто работал в Амторге почти все пострадали но Амторг это другая организация не 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 я говорю о том что все кто там работал это практически все были агенты ну он вообще был наверное нежурядный человек конечно вот вот это вот и умение его ум может быть его способности помогали ему приспособиться вы понимаете ну как в природе приспосабливаются для того чтобы выжить вот если странно я с вами не согласен приспособиться намного я понимаю что это плохое слово но представьте себе что вот этот незурядный человек хочет работать просто хочет работать у него жажда деятельности способности и он это где-то применяет и соответственно лавирует пытается выжить физически физически выжить и у него видно получается может быть это уникальный случай бывают же такие уникальные случаи в жизни в природе может быть он один из тех он действительно незурядный человек и докладчик что самое приятное докладчик это показал и но не восхищается а отдает должное этому человеку несмотря на все сложности этого периода и так далее одно его слово он самородок который прожил достойно жизни это по-моему вот докладчику это удалось можно мне сказать умение выживать в недостойные времена это совершенно потрясающее умение выжить недостойные времена ведь рядом садили людей в общем-то тут очень сложный вопрос как выжить недостойные времена он выжил да пожалуйста извините я просто хотел сказать что мы наверное готовы к мистификации да я нашел какие-то выписки вот смотрите вот это стихотворение лорд карадон лорд карадон значит он написал стихотворение значит перевод такой на русский язык когда здесь мрак и свет не зрим мы говорим послать за ним когда грозы мы слышим зов необходим нам кузнецов и вот с московского ковчега он голубем несет нам свет где был раздор царит согласия и пропаганды больше нет он чародей волки и овца подали вместе голоса слушайте ну если бы сейчас в России были такие дипломаты понимаете чтобы так это мыслимо такое такое впечатление понимаете и это это было переведено только в 90-х годах это было опубликовано понимаете и вместе с тем и вместе с тем значит такая разыгрывается история это после венгерских событий в Латинской Америке католички католички значит где-то в Венесуэле назвали проспект свободной Венгрии и не принимают советского посла так ну и вот он так сказать анализирует этот случай и делает так чтобы посол все-таки прилетел он планирует его дату его прием прилета чтобы так сказать католические женщины не вывезли детские коляски протестуя против против этого посла ну то есть он человек системы ну вот так вот и так и так в общем как-то так да но недавний этот самый Лавров нынешний в 17-м году когда он открывал доску он сказал в истории дипломатии нашего государства нет другого человека который после обучения высших технических учебных заведений Советского Союза и Соединенных Штатов после своего 50-летия стал владеющимся дипломатом страны да так вот какой-то такой да ну а Добрынин что да да Добрынин был очень интересным человеком мы с ним встречались в организации объединенных наций да да приехала группа детей из Москвы и по обмену с американцами и попали в организацию объединенных наций вела экскурсию жена одного из сотрудников дипломатической миссии и вдруг идет Добрынин и говорит она говорит вот вы его спросите спросите а он услышал русскую речь подошел вы откуда она им говорит вы с ним поговорите он вам все расскажет об организации объединенных наций и он привел детей в здание в ну в помещение Совета Безопасности и рассказал как выступал Крущев все-все подробности дети были просто ваути от общения с Добрынин он был такой приятный вот на этой встрече он был очень приятный доходчивый очень открытый человек вот это я помню я был среди этой группы детей вы знаете моя мама она слушала Вышинского и ей очень нравились выступления Вышинского когда она рассказывала о своей работе в организации объединенных наций так что вот такая сложные люди они Вышинский Вышинский был знаменит тем что он выписал будучи прокурором в 17-м году он выписал ордер на арест Ленина ну да он был комиссаром да я совершенно вернусь да но он еще знаменит еще многим да Вышинский Трибунал Нуренбергский ну вот Вышинский не было Нуренбергский Руденко 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 прочитай образцы своих мистификаций примерно или мы отложим для какого-то неизвестного раза как хотите как публика хочет а по времени сколько это займет по времени недолго но Вы можете выбрать что Вам надо у меня есть такие значит Шекспир Воголь Лермонтов Ленин Маяковский что Вам надо Лермонтов 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 давайте Ленина Ленина прочитаем хорошо Лермонтов Ленин по моему выбору сейчас я вам прочитаю значит так значит это называется есть такая партия значит у меня Ленин Владимир Ильич Ленин 70 1870 24 имя Ленина навсегда вошло в мировую историю о Ленине спорили и спорят с яростью совсем недавно демократ Швозберг и государственник Максим Шевченко битый час обсуждали Ленина в эфире и низвинулись на йоту кто-то называет Ленина величайшим хладнокровищем преступником 20 века предшественником Сталина и Гитлера кому-то хочется распространять нелепейшие выдумки вроде того как что Ленин умер от венерического заболевания а то еще начиная с 90 года по русскому телевидению стала гулять бредовая ложь выдуманная питерским забулдыгом Сергеем Курехиным Ленин грипп что за грипп шампиньон и ведь находились слегковерные люди даже среди ветеранов партии которые поверили этой чудовищной брехне такие люди как Ленин обновляют совесть человечества эти слова Альберта Эйнштейна были процитированы недавно политиком Геннадий Алексеевич Мчуганов так один гений оценивал другого чтобы выяснить чтобы выяснить истину в этой сумятице мыслей суждений надо понять как Ленин относился к женщинам именно этим мерится масштаб великого человека есть яркое высказывание приписанное Владимиру Ильичу каждая кухарка может управлять государством видно как высоко Владимир Ильич оценивает способность женщин прежде всего кухарок управлять государством недавно Джуганов передал это высказание по другому Ленин был прав утверждая что даже кухарка умная и добропорядочная сможет управлять государством лучше чем воры и пьяницы кажется Геннадий Алексеевич немного подправил Владимира Ильича не всякая кухарка может управлять государством а только умная и добропорядочная и не просто управлять а на самом деле управлять лучше чем воры и пьяницы что же на самом деле сказал Ленин в статье удерживаются большевики государственную власть в сентябре октябре 18-го Ленин пишет мы не утописты мы знаем что любой чернорабочий кухарка не способны сейчас же вступить в управление государством то есть Владимир Ильич выражает важную мысль что кухарка и чернорабочие в принципе способны управлять государством но не сейчас им надо помогать недавно в вышедшем новом издании воспоминания о Ленине Надежды Константинной Крупской в Аргиус 2015 приедена масса реальных примеров как Ленин не на словах а на деле помогал женщинам причем всем а не только кухаркам в свое время эти воспоминания были белой вороной среди бесконечного потока безудержных воспалений покойного вождя конечно Ленину Крупской это до мозга костей политик до предела сфокусировано на своей идее вот Ленин в молочном санатории знакомится с солдатом в швейцарской армии парень был довольно славный Владимир Ильич ходил вокруг него как кот около сала заводил с ним несколько раз разговор о грабительском характере войны парень не возражал но не клевало очевидно что Владимир Ильич хотел распрофагандировать швейцарского солдата не более поднимается Ленин и Крупская на швейцарскую гору альпийские луга эдельвейсы рододендроны или рододендроны красота неописуемая а Владимир Ильич ну и сволочи ну и сволочи какие же они сволочи кто Володя меньшевики конечно Крупская по-доброму посмеивается знаешь увидишь во сне меньшевиков и станешь ругаться сволочи сволочи вот и пропадет вся конспирация это она о переезде в пломбированном вагоне когда Владимир Ильич хотел притвориться не мы но так или иначе Ленин в воспоминаниях простой человек не простой как правда а реально простой ходил в пивнушки собирал белые грибы горные сапоги чистил сам не любил цветы ездил на велосипеде велосипед крали новое издание воспоминания о Ленине 15-го года избежало когтей сталинской цензуры здесь масса удивительных человеческих деталей опущенных в предыдущих изданиях оказывается у Владимира Ильича помимо всепоглощающей революционной деятельности было и любимое побочное занятие то что называется хобби и это хобби напрямую связано с помощью женщин Ленин любил стирать белье это его влекло и постоянно интересовало этим он занимался в редкие часы отдыха в Швейцарии в Женеве в 1908 году в Берни в 14-м, 15-м и в Цюрихом в 16-м стирал он и вручную и на стиральных машинах немецких, механических и на американских электрических только что в Швейцарии появившихся во всех швейцарских квартирах в которых они жили стиральные машины уже были и в Женевском пансионе и в Берни на улочке Дистальвек и в Цюрихе у фрау Прилок и у Камереров и наконец в молочном санатории Кантона Сен-Галле но электричество было не всюду и подавалось не всегда а электрические машины Владимиру Ильичу нравились все-таки больше вхожу я в ванную ванную комнату пишет Надежда Константиновна и вижу строитель Ильич окруженный облаком пар и стирает носки и кольцами носки он стирал вручную говорил, что на стиральных машинах они прилипают к другим вещам или стенкам заодно он стирал и кольсоны немного меня стесняется а глянется Ильич видит, что я улыбаюсь и говорит как ты думаешь Надюша что я делаю стираешь говорю а что я стираю носки ну кольсоны нет Наденька я стираю грани между физическим и умственным трудом а в работе на стиральных машинах Владимир Ильич достиг совершенства более того он стал ходить к друзьям и знакомым учил их простейшим навыкам ручной и машиной стирки многие близкие друзья жили в Берне совсем рядом Инесса Альман наискосок Зиновый в пяти минутах Ашковский в десяти Владимир Ильич ходил к ним часто и иногда в охотку апстировал даже во время Цемерварской и Кентарской конференции находил время для постирушек а вот развешивать белье не любил хотя иногда и приходилось позже когда Ильич жил с Зиновим в разливе в шалаше единственное о чем он жалел что там не было машины чтобы стирать белье и вот вспоминает Надежда Константиновна стоит Ильич около стиральной машины вытаскивает из сушки одну вещь за другой складывает аккуратно и бережно рубашку к рубашке навыочку к навыочку стопку за стопкой откладывает а потом собирает все белье высокую белоснежную колонну и притягивает мне ее с ликующим возгласом есть такая партия не слышу открытых как вы думаете конечно но вот интересно было все Келлер Матова послушать потому что Лермонтов это все таки поэт и хороший поэт а то что это каждый сочинить может вы знаете у меня у меня 15 тысяч просмотров на этот текст а как вы думаете кому кто мог бы написать такой текст из реальных людей Хармс кто кто Хармс Хармс да вот он написал нет Хармс ну так все это непочетно я люблю Хармс да да вот ну в принципе вот интересно было бы этого самого Лермонтова послушать пожалуйста Лермонтова короткая вещь а не зачем нет она короткая давайте короткая пожалуйста значит Лермонтов много раз возвращался к своим произведениям стихам прозе пьесам полный собрание сочинений его полнится различными вариантами редакции случилось так что в Вашингтонском университете американского в Миссури я получил доступ к так называемой Лермонтовской папке это часть очень неплохого собрания русских литературных документов которые стали собираться в университете еще до 17 года остается лишь гадать каким образом тексты попадали в Америку но есть указание что я от списков принадлежал П.А. Ефремову авторитетному издателю сочинения Лермонтова а может быть и еще ранее П.А. Бартелеву основателю редактора журнала Русской архив во всяком случае имя Ефремова значится на той странице где я прочел это стихотворение я читаю стихотворение Парус белеет парус одинокий в тумане море голубом что ищет он в стране далеком что кинул он в крыль родном прощай немытая Россия страна рабов цена господ и вы мундиры голубые и ты им преданный народ играют волны ветер свищет и мачтогнется и скрипит увы он счастья не ищет и не от счастья бежит быть может за стеной кавказа укроюсь от твоих пашей от их всевидящего глаза от их всеслышащих ушей под ним струя светлей лазури над ним луч солнца золотой а он не тежный ищет бурь как будто в бой есть покой ну что хорошо сразу Лермонтов чувствуется так что Лермонтов чувствуется да ну про парусник он же тоже что-то написал такое про парус точно у него было это вы серьезно? ну даже как-то вы а вы серьезно? я серьезно но замечательно то что размер паруса и прощание они имеют все один чтобы мы не обращали внимания и они они вставляются друг в друга и дополняются создавая объем понимаете? да ну вот вот там Лермонтов а значит значит ну вот поскольку я вам в конце сделал то что запрещено я вам сказал сказал сразу что это мистификация понимаете этого не надо делать а значит ну поскольку люди так сказать уже в возрасте и не всегда готовы я вам мог прочитать вам то о чем не ясно это мистификация или не мистификация и вы решите хорошо? давайте отлично да значит я вам прочитал сначала это полная правда значит этот самый Кузнецов вот эти две полных неправды так я сейчас вам прочитаю то что о чем вы не будете знать правда это или неправда так называется это судьба фельдмаршалов начнем эту историю с 31 января 43 года когда из подвала центрального универмага города Сталинграда вышел грязный небритый старик которым было невозможно узнать человека которого 30 января днем ранее гитлер послал радиограмму о присвоении звания фельдмаршал в послании была и фраза как бы между прочим еще ни один немецкий фельдмаршал не попадал в плен то есть была твердая уверенность что генерал погибнет то ли покончат самоубийство то ли его застрелят наконец он как будто тяжело болен были устроены символические похороны и гитлер возложил фельдмаршал с жертвы с бриллиантами на пустой гроб генерала но среди маршал фридрих паулюс командующий 6 армией а это и был грязный старик не покончил самоубийство он сдался в плен прокричав хайль гитлер его не застрелили и он не умер от болезни судьба его сложилась удивительно к паулюсу отнеслись по особому сначала он жил в красносельском пересыльном лагере а потом в суздале в помещении спаса Ефимовского монастыря представьте в монашеской келье первое время он оставался убежденным национал-социалистом но в душе его шаг за шагом в течение 43-44 шли медленные изменения победы Красной Армии покушение на Гитлера летом 44-го года беседы с советскими политработниками немецкими иммигрантами открыли ему глаза после года колебаний Паулюс вступил в комитет свободной Германии подписал коллективное обращение к немецким военнопленным солдатам и офицерам наконец выступил свидетелем на Нюрнбергском процессе сам по себе Фридрих Паулюс был подчеркнуто скромен и гордо неприхотлив во-первых он всегда открещивался от титула фон я не дворянин так он заявил русскому офицеру назвавшему фон Паулюс действительно сын тюремного щитовода он не имел никакого отношения к дворянцу ни к захудавым ни к родовитым другое дело его жена Елена Констанция Розетти Солеско которая принадлежала высшему свету Румынии и была подругой румынской королевы Паулюс повторяю вел себя скромно от индивидуального диетического питания отказался но обострил заболевание кишечника и он попросил найти ему травы майоран и эстрагон которые ему помогали они ему помогали Паулюс всегда возил чемодан с этими травами но потерял я его где-то между Днепром и Воложьем сейчас минутку доставили и эстрагон и майоран более того выделили личного повара и ординарца и адъютанта Босинюльбинского процесса посылали в Крым в Ялту и не один раз он лечился в правительственных санаториях только что отстроенных немыслимой льготой разрешили несколько раз съездить в Ригу к дальним мазейским родственникам у него постепенно образовался особый статус то ли личного гостя Сталина то ли его личного пленника ходили слухи что он даже жил на дачах Сталина у Паулюса были два больших увлечения одно из них профессионально военное разбирать чистить и собирать пистолеты на скорость это успокаивало рядом с его рабочим столом командующего ставился маленький столик коллекции пистолетов парабелл и любимый Вальтер Вальтер Завор австрийский Штейр и итальянская Беретта конечно в русском плену несмотря на благоволение личного оружия ему никто не доверил но было и другое увлечение спокойное музыка музыкой он занимался с детства обожала Иоганна Себастьяна Баха и его предшественника Генриха Шутца постоянно музицировал на советских квартирах 50-х годов где он жил до разрешения в Германию всегда был рояль сначала Беккер потом Бекштейн играя Паулюс боролся с тяжелой депрессией а на войне если выпадал случай Паулюс и Шмидт начальник штаба его армии играли в четыре руки Артур Шмидт пламенный нацист куда больше чем Паулюс прекрасно играл на пианино технически был сильнее Паулюса но в отличие от Шмидта Паулюс сам сочинял музыку предпочитая малые формы песенные мелодии и небольшие сонаты учитывая вкус высокой классики это несколько странно но может быть и нет оказалось что Паулюс замечательный мелодист это отмечали советские композиторы того времени Тихон Хреников и Дмитрий Кабалевский которые знали Паулюса лично которые знали Паулюса лично Хреников посещал Паулюса в советском жилище а Кабалевский в Дрездене там Паулюс поселился вернувшись Гедель Кабалевский в своих маминарах описывает замечательную сцену кабинет Паулюса рояль а на крышке рояля на стопке изписанной нотной бумаги пистолет перехватив удивленный взгляд Кабалевского Паулюс улыбнулся взял пистолет и тут же мгновенно разобрал и собрал его благодаря Паулюсу разрешили иметь личное оружие умер Паулюс в 57-м году он оставил неоконченные мемуары материалы по военной истории и громадное собрание музыкальных композиций в основном песенных по его завещанию музыкальное наследие было отправлено в Ригу дальним родственным феноменально отдаленному юношу студенту Латвийской консерватории с ним Паулюс сердечно сблизился и творчески подружился во время своих кратких визитов в Ригу мне кажется что наследие Паулюса было воспринято и когда я наслаждаясь и не уставая наслаждаться слушаю великие песни Чарли Листья Желтые Маэстро Старинные Часы Верни Саш Дело Время и Миллион Миллион Алых Рос конечно же Миллион Алых Рос меня не оставляет чувства глубокой благодарности двум фельдмаршалам генералу фельдмаршалу немецкой армии Фредриху Пауэльсу и великому фельдмаршалу советской песне Раймонду Пауэльсу Да Улыбнула Ну так что Смешно Ах так Считай еще Нет Нет Что К нам стоит вопрос Это мистификация или нет Частично Частично Смесь Правды и мистификации Как Но в целом В целом Любая ложь состоит так сказать из хорошая ложь Геббельс 70% Правды Ну так что это мистификация или нет Нет Насчет связи Паулюса и композитора конечно это мистификация Это кто сказал ЗУС ЗУС А кто сказал ЗУС сомнения не подлежит Так Кто еще Ну вот исключая композиторские так сказать информации Все Вот он жил в Красногорске Там было для немецких бывших военных был лагерь Это в Красногорске он был Правильно? Да Правильно Ну что же зачем мне это Зачем Вы произнесли мне казалось другой город Я просто уточню Нет В общем Вот достаточно известна его военно-политическая карьера А вот что касается его композитор музыкальных так сказать увлечений Для меня это я не знаю это вымысел или правда Человек может иметь свое хобби Конечно Без всякого сомнения А он тоже ведь человек Ну вот конечно Но все-таки Леонид будет так сказать как ведущий будет выносить вердикт будет так сказать мистификация нет С Паулсом он вряд ли мог пересечься Паулюс умер в 57-м году Да-да Паулсу в это время был 21 год Он был очень мало Он был малоизвестен в это время и кроме того он сильно пил в этот момент Поэтому Мне кажется это мистификация с большими вкраплениями правды Ну так любая мистификация должна делаться так Как-то она должна делаться Ну и совсем так Мистификация у вас не должна называть никаких подозрений Хоть какие-то подозрения это не очень удачная мистификация Нет У меня жанр такой дружественной мистификации Я же сказал Это мистификация которая должна разгадываться Которую человек прочитает Мистификация это же не протокол изюанских мудрецов Понимаете И не там не какое-нибудь письмо Зиновьеву или что-нибудь такое Нет не письмо Зиновьеву это может правду Это что-нибудь такое Константинов Она должна мистификация Моя мистификация это жанр Он дружественный Он направлен на то чтобы люди все-таки поняли Вот вы поняли Да это мистификация Но значит В ней есть на самом деле стилистические моменты Например Павлиус не был У него не было вкуса к музыке А вот Артура Шмидта его заместителя Да это реально он был хороший хороший музыкант Это правда На этом я и сыграл Но там есть момент который по которому узнается что это мистификация Но когда пистолет на нотной бумаге Ну это так сказать понимаете Эти детали специально вставлены чтобы так сказать это Ну как раз люди воспитанные на советских фильмах о войне это воспринимают совершенно реально Ну вот нет Ну так вот Ну вот что интересно Значит вот это конечно же это мистификация Вы абсолютно правы Но значит внучка вот это правда внучка Фельдманша Каролина Павлиус Каролина фон Павлиус 59 Она была франко-германской моделью Она была певицей и актрисой И ее сценический подсердоним Бамбу И если вы знаете французского знаменитого певца Серджа Гинсбора Был такой Высоцкий Франции Такой как его называют Но она была женой и так далее Но вот как-то когда делается правильная мистификация то я с удовлетворением вижу что жизнь уходит около нее Понимаете Вот это интересный эффект интересный эффект если делать мистификации А так это значит обычная черта нынешнего времени на самом деле Понимаете Потому что любая информация ее надо так сказать вот именно так и анализировать Очень легко сделать мистификацию по-настоящему Но такую которая вызывает так сказать ну чувство такого смешного объективного это это оказалось что это есть некоторый жанр Ну в общем все вы распознали хорошо Молодец Ну мне кажется с Паусом был немножко немножко сильной мистификацией Что-что Паус немножко вносит Паус носит сильные сомнения потому что либо Бах либо Паус посреди ничего быть не может Ну кто знает Нет он же ему разрешали ездить в Крым ему разрешали ездить по стране Понимаете Да-да-да Основной основной мотив вот этой мистификации он совершенно правильный У Пауса действительно был странный странный статус Да Это абсолютно так поэтому и почти все воспринимается как реальные события Ну да Поэтому это самое Слушается приятно Да Можно было бы усилить немножко сказав об Али Борисовне А что Может где-то встречался с ней Ну она же сделает песни Нет Дело в том что по поводу миллиональных роз есть литература о том что переделка иранской песни и очень близка В общем в любой ситуации так сказать всегда есть кто-то был раньше или позже всегда есть всегда есть Так что Нет ну тут такое соединение далеких вещей Вот так А давайте еще что-нибудь расскажите нам Да Вам понравилось? Мне понравилось Да Ну то сейчас Приятно слушать Приятно Да Приятно слушать Да Прочитать Шекспира Да Шекспира Да На русском на английском на каком Сейчас минутку Ну я надеюсь что он не разбирал там свой этот пистолет Ну ты будешь говорить все Знаете Если на английском во время Шекфира то я мало вероятно что бы поймел А тогда представляете Понимаете Это кстати говоря у меня по времени первая первая штука и которую в которую как ни странно поверил такой писатель как Грани и он ее процитировал Понимаете когда она была Грани но он уже был старенький Поверю значит 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 ну я сокращу тогда его значит сложная штука история да называется это Григорий Шекспир был или не был сложная штука история не понять не предсказать белые пятна черные дыры а ведь такие умы бьются над проблем и придумают все таки вот известный математик Фоменко предложил знаменитый шахматист Каспаров одобрил новую хронологию и оказывается что монгольский хан Баты и русский князь Александр Невский одно и то же лицо кто бы мог подумать а здесь хотя бы Вильяма Шекспира так вот не ясно кто был автором его произведения уж конечно не он сам вот Илья Гелилов в конце прошлого века выпустил сенсационную буквально прогремевшую книгу играя Вильяма Шекспира где доказывается что автором пьес приписанных Шекспира был живший в то время граф Редленд уникальная личность Рудит а потом вышла книга Валентина Германа портрет Шекспира и личное дело Фрэнсиса Бэкона некоммерческая и здесь с заочным спором с Гелиловым не менее обоснованно доказывается что Шекспир это философ и государственный деятель Фрэнсис Бэкон эта гипотеза отнюдь не новая обсуждается в Англии уже более двух столетий но не отбрасывать ее только на том основании что она не новая к тому же Валентин Герман особое внимание обращает на принадлежность Бэкона к числу сексуальных меньшинств а в свете нынешнего понимания природы творческой личности гомосексуализм Бэкона не исключено что латентный является лишним аргументом и нельзя сбрасывать со счетов Лорда Камергера Хэнсена а совсем недавно английская издательница Engaged издала книгу о коллективном авторстве Шекспира это самая популярная гипотеза и это точка зрения отнюдь не новая я услышал Делия Бэкон в 57 году в книге разоблаченной Северсофии проблема все еще решена на мой взгляд Шекспир это не пятый граф Рентлин его молодая жена не лорд в канцер Фрэнсис Бэкон не поэт Кристофер Морло не Саут Билтон не смуглая Леди Сонетов и даже не лорд Камергер Хансдон не говоря уже о других претендентах как-то шестой граф Дерби 17 граф Аксфордский Эдуард Беларай графиня Мэри Пэмбук или сицилианец Никеланджело Кроволанца не с тем числа там еще есть гипотеза какой-то о еврейке да а кто Шекспир это лжедмитрий каковы мои аргументы аргумент первый они жили примерно в одно и то же время некоторые различия в предполагаемых датах рождения и смерти не может быть принято как контраргумент мы не знаем точных дат рождения и смерти ни Шекспира и лжедмитрия в сущности мы не знаем даже был ли Шекспир уже Шекспир а лжедмитрий Дмитрием учитывая гипотезу сокращения исторического времени Фоменко тут вообще говорить не о чем Шекспир и лжедмитрий были действующие и как мы покажем взаимодействующие современники аргумент второй судя по тому что мы знаем лжедмитрия он был одним из самых образованных людей своего века знал иностранные языки интересовался историей и нравами других народов как политик он был прогрессивен и самостоятельен именно этим он в конце концов не угодил полякам одним из первых в истории России он пытался провести либеральные реформы недаром наше время иногда сравнивается с мутой эпохой лжедмитрия но это писалось давно но самое важное лжедмитрий обладал хорошим слогом прекрасно писал как известно в русской литературе в 16 века было место только для одного великого писателя царя Ивана Васильевича Грозного двум великим писателям в России было тесно лжедмитрий мог найти себя только в английской литературной среде аргумент третий обратите внимание на то что во всем наследии Шекспира очень мало упоминания о России есть лишь отдельные строчки посвященные стране севера это не случайно об Англии Шекспире естественно писал об Италии и Дании тоже и о Франции и о древнем Риме с Грецией и даже о древнем Египте Антония Клеопатрия и об Иллирии что на побережье Адреатического моря и об Агемии и о Наварии и об Арагоне о России очень скупо эта сдержанность точнее умолчание России их нельзя не назвать преднамеренными аргумент 4 анализ который проведен нами за неимением места мы его опускаем легко показывает что все без исключения сюжеты пьеса Шекспира могут быть найдены в русских сказках Аванасева и в сказках Павла Бажова дедушки премьера-реформатора Егора Гайдара если это случайно тогда случайно может быть все что угодно аргумент 5 общепринято что научное объяснение стремится не умножать сущности не ищите лишних причин это правило в науке часто называют бритвая кама в первой истории конца 16 начала 17 века есть две личности загадки Шекспир и Лжедмитрий соедините их одной тайны станет меньше кстати говоря наш принцип соединения тайн может стать основополагающим при разработке нового исторического подхода аргумент 6 Лжедмитрий не может быть настоящим именем тем более именем исторического деятеля а каково же его действительно имя Шекспир поскольку нам известно как звали Лжедмитрия от Репьева все же знаем Шекспира очевидно Григорий мы многого не знаем боюсь никогда не узнаем как доплыл Лжедмитрий до Англии на английском ли корабле добравшемся до Архангельска по следам экспедиции Чанцеля Гонзейским ли судном может ли может даже дократься мысль что у него было особое поручение царя Ивана Васильевича Грозного к английской королеве Елизавете Девственнице нет по времени это никак не получается когда где причем посредничестве состоялась встреча беглого дьякона отпрыска знатного рода с третьестепенным актером группы Вильям Бербеджи виделся ли Шекспир только с одним уже Дмитрием Лисобоем но это как говорится тайная одета в секрет но очевидно что последствия этой встречи были колоссальными у политического чтепенца из России появилась возможность стать великим писателем английский актер и политик любитель получил доступ к мировой сцене ему выпала доля доказать на деле что весь мир театр все люди актеры состоялась величайшая квип-прокво в человеческой истории драма которая намного превосходит любую шекспировскую трагедию Лже Дмитрий стал Шекспиром Шекспир стал Лже Дмитрием да в то самое время когда Лже Дмитрий вошедший в английскую политическую элиту писал исторические хроники Шекспир приспосабливался к реалиям польского эстаблишмента Лже Дмитрий написал 12 ночи и что вам угодно тяло снает о вон комедию с близнецами переодеванием и любовью Шекспир сделал предложение Марину Миши Лже Дмитрий создал Гамлета а Шекспир после мучительных раздумий вместе с поляками двинулся на просторе России и русские воеводы один за другим стали переходить на сторону Шекспира глубоко символично что Лже Дмитрий писал Макбета практически тогда когда Шекспир став царем всей Руси окруженный немногими приверженцами оборонялся от неверных боярств и отставших горожан вплоть до своей мученической кончины и было от чего мучиться ведь строго говоря Лже Дмитрий был Лже Шекспиром а вот Шекспир то был Лже Дмитрием так был Лже Дмитрием так был Лже Дмитрием Шекспиром конечно да история не знает сослагательного наклонения трагедия Шекспировская или в свете нашего анализа правильного сказать Лже Дмитриевского была в том что Шекспир будучи Лже Дмитрием не мог признаться в том что он Шекспир С другой стороны, будучи Шекспиром, ему было не с руки заявлять, что он уже Дмитрий. Быть или не быть, и главное, кем быть, такой вопрос мучил и Шекспира, и уже Дмитрия, обоих. Хотелось бы, дорогой читатель, чтобы и вы мучились этим вопросом до конца ваших дней. — Похоже, что нам тоже придется мучиться этим вопросом. — Народ безболвствует. — Айда Яблонский. — Абсолютно. Красиво написано. — Спасибо. Так вот, значит, покойный Ганин, так, он поверил. Понимаете, он в книжку, ну, мой товарищ с ним, который дружил, то есть, он послал ему, он поверил, и он сказал, вот последнее достижение науки. — А как вы относитесь к тому, что сефардская еврейка работала Шекспиром? — Ну, я что же, Шекспира редко, я же нет. Вряд ли, я же упомянул это. Ну, насколько я знаю, считают, что, так сказать, это коллективное творчество, что там находится то, то, то все, понимаете. — Ну, вот так вот. Так, последняя какая-то была большая... — У Левы надо спросить, Лева знает такие вещи. — Да. — Анализ языка, вот, можно просто посмотреть, и он скажет тогда. — Ну, во всяком случае, вот, великий литературовед Анатолий Либерман, профессор английской, он один из многих, которые знают и староанглийский, так сказать, и он замечательный критик современный, значит, Анатолий Симонович, ну, он считает, что Шекспир был Шекспир, по-моему, так. В самом случае, подлинность Санетов, да. Я думаю, я не могу это сказать. Конечно, всегда интересно, но не знаю. Насчет сефарской еврейки очень сомневаюсь, сомнительно. — То есть, мы можем сказать, что Шекспир – это очень хорошая мистификация? — Божем, да. Ну, во всяком случае, да. Ну, есть, вы знаете, в Шекспире есть замечательный этюд в СССР, написанный великим советским психологом Львом Выгодским. Когда ему было 16 лет, он написал, и в книге, значит, «Психология творчества», она идет по большим кускам. — Такая задача, как понять Шекспира вне культурного контекста? То есть, ну, вот, есть, так сказать, есть некий текст, и как его понять? Он ставил перед собой такую задачу. Это очень трудная задача, по-моему, невыполнимая. Но этот текст о Гамлете исключительно интересен. Один из моих любимых текстов. Гамлета Выгодского. Американцы очень высоко ценят Выгодского, Галагодского, как психолог. Он, к счастью, он очень рано умер, в 35-м году, такой гений. И с него, так сказать, не депрессировано ничего. Но вот в Шекспире, мне кажется, надо почитать Гамлета. — Я обычно привык к тому, что у вас очень много вопросов. — Ну, вопросы были довольно много. Но тема Шекспира не так просто даже вопрос задать. Хотя вполне может быть, что на месте Шекспира мог быть кто-то другой. — То есть он был одним из первых. — Любая пьеса Шекспира, например, его важнейшие битвы, там Гамлет, Маглет, понимаете, там есть такие большие загадки всегда, почему Гамлет медлит, понимаете. Он же медлит, он с самого начала знает, а потом медлит, медлит, да. И если смерть происходит случайно, это вечные вопросы такие. — Ну, как правило, когда авторы сами по себе не делают такой сложный логический анализ, они просто пишут. — Нет, не всегда. — Не всегда, но чаще всего у меня не проживали. Хорошо написанных произведений логики нет. — Есть такой пример прекрасного писателя Тургенев, который все, так сказать, он говорит, подробнейший план всегда, так сказать, делал. — О да, конечно, конечно, безусловно. Я имею в виду, что не до уровня литературоведов, которые потом раскладывают все отличающие составляющие, я это к тому веду, что, мы не знаем, думал ли Шекспир о том, о таких тонкостях, когда писал свои произведения. — Ну, это же вечный вопрос анализа творчества. — Думал, думал или не думал. — То есть, может быть, и думал, а может быть, просто так. Ему показалось, что так будет хорошо. А мы потом в это дело вкладываем огромный смысл. — Нет, ну, творчество, знаете, как есть такое замечательное выражение, превратить случайность в необходимость. Значит, когда-то постоянное уравновешивание случайного и необходимого рифма. Если вы читали Анну Каренину, то там есть такая сцена, когда они посещают художника Анны Вронский. Это, как говорится, лучший роман русской литературы. Они посещают художника Михайлова, и Михайлов ставит пятно, а потом это пятно на месте, и он его оформляет, оформляет и так далее. То есть, случайная необходимость. Понимаете? Так же так. Мне кажется, здесь лучший пример – это черный квадрат. Черный квадрат – это другое. Это поиск минимума, минимального образа. Нет, нет, нет. Я имею в виду, что сколько в этот черный квадрат вложено теорией, сколько там ищется второго смысла. Я не уверен, что художник думал об этом, когда я рисовал. Это как темная материя. Трудно сказать, но вот эти художники начала века, у них были философские идеи металлургически-философские. Они как раз думали, они стремились поразить воображение через философские. Ну вот, идея Пикассо, они же, будучи невездами в науке, они тем не менее имели впечатление, общее впечатление. Там золотое сечение. Они думали, что наука – это золотое сечение. Пикассо. Такая была идея. Научная поэзия, якобы. На этом мы перескочили на другое сейчас. Да. Спасибо вам большое за приглашение. Спасибо вам. Если вы хотите что-нибудь сказать за включение, пожалуйста. Ну, я хочу сказать, что на самом деле я рекламировал свое творчество, так сказать. И если вы хотите почитать побольше, то я в основном печатаюсь в «Чайке» и в «Семь искусствах» Берковича. Там просто наберете, там много я что-то за последние годы написал, сейчас меньше я пишу. Вот. Ну, так это можете почитать. Но вот идея разная такая, чтобы… Ну, я пишу и рассказы, и песни всякие такие. Так что если когда-нибудь еще раз пригласить, я что-нибудь другое почитаю. Да, хотел бы еще послушать. Да, очень интересно. Я чувствую, что у вас много чего есть. Да. И это ничего, что некоторые мистификации – это нормально. И не надо нам даже говорить, что это мистификация. Ну, я же… Хороц голову поломает, да. А то больше того. Им все разжевывает. Да. Пусть сами думают. У меня, кстати, есть один вопрос. Вот, мне кажется, вы должны знать, вот, потому что вы в истории разбираетесь. Вот был ли Рюрик на самом деле, или это не было его? Кто-кто? Рюрик. Рюрик, Рюрик. Нет. Я не знаю этого. Я действительно не знаю. Но я слушал Гумилева, ну, лекции. Гумилев. Я вообще-то… Моя происхождение… Я сложился в Академгородке, да. Я там пробыл 25 лет, работал. Даже в 30 лет в сибирском отделении. Я работал в Академгородке, и потом был сослан в Тулу, в Кызы. Я работал. Ну, там. В основном городке. И у нас приезжали историки такие, Марвин Зоу, Эдельман и Гумилев. Совершенно разные, понимаете? И Гумилев читал курс по истории, в котором он говорил, что Рюрик был. Так? Он так же там, значит. Ну, нормандская теория, да. Но он интересно говорил, он говорил. Что, значит, я могу читать на любую тему до 1625 года. Дальше не могу. Так, понимаете? И потом он… Ну, он еще ждал, что Рюрик был в ответ на ваши вопросы. Я могу только его процитировать. И он был, так сказать, монголофил Гумилев. Я был на такой узкой дискуссии с ним, когда, значит, его историки, и там была Марина Михайловна Громыка, которая знала аграрную историю, вообще историю хорошо знала ранее. Она говорит, как вы можете клеветать на, так сказать, на русский народ? Ну, когда он говорил, защита Козельская, там, не так он ее назвал. Он говорит, а клеветать на братский монгольский народ можно? Там же еще более братский татарский народ. Григорий, а когда вы были в Туву-сослуге? В каком городу? В начале 64-го года я был. И, в общем, ну, я был по 82-й, а потом я был в орбите Академгородка до 90-го года. Я тоже был в этих всех местах, которые вы упоминали. Я жил в Туве в младенческие годы. А в Академгородке я тоже был, приезжал туда на конференцию и гулял по этим тропинкам замечательно. Ну, у меня есть книжка про Академгородок. Она называется «Жизнь в раю». Она часть, она опубликована в этой книжке. «Жизнь в раю», новосибирский Академгородок, 64-65. То есть, ну, сейчас Академгородок в жутком состоянии. Там арестуют ученых. А какая-то научная работа там ведется? Ну, конечно, там есть люди. А там же как бы Академию все разогнали. Там все инфаркозатроны строятся. Нет, нет. Там есть до сих пор институты, но смотри, ну, тут очень конкретно. Там в очень плохом состоянии институт математики, который был замечательный. Там работал Шоболев, работал Академик Годунов, Шоболев. Да, были несколько. По Христиановичу вы не видели там? Христиановичу, по возрасту. Я его видел, конечно, когда он был. Но его быстро выгнали из городка. Там у него был конфликт с Фаврентьевым. С Фаврентьевым, да? Да, у него был конфликт с Фаврентьевым. Это были как два медведя в одной берлоге. Ну, и потом он изменил свое семейное положение. У меня такое впечатление, что я его видел в один берлоге. Но, может быть, тут в аудитории есть человек, который его хорошо знает. Василий Димитров. Значит, я его видел. Это мой товарищ по Академии Городку. Он заведовал потом в лабораторию в Институте механики Академии на Москве. Ну, да, конечно. Да, да. И он умер, в общем, достаточно в 2000 году. Это время. Лев, хоть что-то спросить, пожалуйста, Лев. Я хотел сделать замечание по этому вопросу, который возник. Насчет того, что осталось от науки в России. Вот есть такой сборник абстрактов, фактически. Ну, таких, к работам по математике и теоретической физике. Ну, физике вообще. Который называется Mathematical Review. Отдается здесь в Соединенных Штатах. И там можно посчитать количество публикаций, авторов, ну, из разных стран. Да, вот там вот. Просто посчитать. Вот в этом Mathematical Review все более-менее заметные статьи, какие-то существенные статьи. Они там содержатся. То есть там публикуются абстракт, кстати, их статьи. Вот. И указывается автор, откуда они и так далее. Так вот. Если взять... Я взял журнал советского периода, Mathematical Review, там, где советский период. Где-то порядка 70-го года. Это был, нужно сказать, такой пик, конечно, советской науки. Келдышевский такой период был. Вот. И там было такое распределение. Авторы из Соединенных Штатов и Великобритании, как бы я считал их вместе отдельно, приблизительно около... Между 70 и 75 процентами. Авторы из Советского Союза где-то порядка между там 20 чем-то и 25 процентов. Авторы всех остальных стран, вообразите, всех, Германии, там, вообще, развитых стран. Судя вот по количеству абстрактов, всего только где-то порядка 5 процентов. Такое удивительное вот распределение. Вот. А какое-то время назад, это было где-то... Ну, уже существенное время назад. Но это были уже путинские времена, там, 12-й или 14-й год. Я снова взял этот mathematical review и проделал тот же самый подсчет. Так вот, как вы думаете, какой процент публикаций авторов из... Ну, а российских авторов? 3 процента. Минимальный. А? Ну, сколько? Вот было 25. Я думаю, 3 процента. Понимаете, это была мощная держава на втором месте после... Евреи же уехали. Евреев мало. 2 процента. Я сказал, 5. Я тоже думал, 5. Это просто потрясающе, что произошло с советской наукой. Ну, с российской. Так, ее просто не стало. Просто вот не стало, и все. И из этого очень трудно выйти из этой ситуации, потому что образования нет. Ну, в вузах там кто остался. Ну, в общем, короче, нет преемственности, нет ничего. Так что Россия еще очень долго будет в таком состоянии. Что бы с ней дальше ни произошло, какова бы ни была судьба. Но судьба науки, это, я думаю, лет на 50 или 100 определена, что она не будет великой научной державой. Никак. Никак без участия. Надо профессорам платить хорошие зарплаты и вернуть евреев, еврейских студентов. Ну, нет, так так уж не было. Путин уже приглашал евреев вернуться. Он же не разу это делал. Ну, как это, просто приглашает, приезжайте, приходите, у нас же не так. Ну, да. Ну, вот смотрите, была же программа Сколкова, она же не потрясающая. Теперь больше не приглашает. Там же сплошное графство в этом Сколково. Да. Вот нету, кстати, или он есть, у нас есть русский человек один. А вот он. Есть. Костислав, да. Он очень образованный человек. И вот. Он обычно имеет свое собственное мнение по вопросам России, руководству тамошнего. Вот. Может, он что-то скажет. Может, он что-то знает, чего мы не знаем. Ростислав. У Ростислава отключен микрофон, между прочим. Я знаю, да. Ответь. Ты слышишь нас? Я твердо это знаю. Наверное, нет. Наверное, нет. Но вообще-то в России сейчас будут тратить очень большие средства на вопросы о продлении жизни. Актуально стало. Да. Да. Потому что Владимир Владимирович уже подбирается. Ну, я думаю, что если будут действительно хорошие деньги тратить, там, не миллионы, а миллиарды, вот. Может, что-нибудь придумают. Маски тратят, это уже не те люди совсем. Это эти самые... Там имеется этот один из ковальчиков, брат, который якобы ученый. Но это все лженаука, ничего там нет. Еще у меня была пара замечаний по всяким предыдущим вещам. Ну, вот по поводу Шекспира. Очень любопытно иметь такая деталь историческая. Ее упоминают иногда, но как-то мало придают тому значения. Дело в том, что в архиве Фрэнсиса Бэйкона действительно имеется интересная папка. Прямо на папке, на обложке написан Шекспир. А папка пустая. Ничего в ней нет. Вот такая загадка. Но папку все равно хранят пустую. Папку хранят, да. Потому что там рукой Бэйкона, его почерком написано Шекспир. Может, там где-то имамка есть? Лев, а вот послушай, ну вот я знаю, ты вот увлекался частотным анализом языка. Ну, во всяком случае, знаешь результаты. То вот по частотным анализам можно, так сказать, хорошо достаточно различать разные театры или одинаковые. Да, да, безусловно. Причем получены очень интересные результаты. Ну, например, я не знаю, там пророков Исаии было. Три Исаии разных, допустим, да. А вовсе не один пророк Исаия. В общем, действительно, это можно с очень хорошей точностью определять. Вот, например, это написано многими авторами или одним. Вот. Ну, вот интересно, я про Шекспира ничего такого, типа такого научного анализа. Почему-то о нем пишут люди, которые как-то совершенно незнакомы с современной наукой. Нет там такого анализа. Они как-то так на глазок это все определяют. Я не знаю почему. Может быть, у него настоящих ученых руки не дошли, но вот в этом смысле никакого серьезного подтвердения, что было много Шекспиров там или даже больше одного вообще. Подтвердения этому нет. Ну, правда, тут еще дело в том, что немножко трудно сравнивать, потому что все-таки драма и трагедия – это одно, а стихи – другое. А поскольку непонятно, действительно. Если судить только по этим двум, то действительно может оказаться, как бы это два разных человека, но это просто потому, что два жанра совершенно различны. Это непонятно. Еще он сюжеты брал очень часто, старые сюжеты, и потом их переписывал. Он не сам придумывал. Да, да, многие, конечно. Сюжет Гамлета тоже был до него, не помню. Вы знаете, я вам посоветую пригласить Анатолия Либермана, если он, как говорится, согласится. Это замечательный специалист по староанглийской литературе. То есть он все знает? Наверное, это хорошая идея, да. Да. А как к нему становить контакт? Ну, я могу. Он какой… Это тяжело. Он как-то выступал на одном зуме недавно, в прошлом году. Он рассказывал… Что он рассказывал? Ну, он рассказывал литературовические свои дела. А если спросить о Шекспире, он все знает. Он перевел, кстати говоря, Санетта Шекспира, у него полный перевод. Потом его перевод Лермонтова на английский, значит, одобрял Бродский, который в лице редко что-то хорошо одобрял. Вот. Так что, если… Как бы его нам заполучить? Ну, я… Знаете что? Я, может быть, с ним поговорю и спрошу его. Пишите тогда Виталику. Он ведет, так сказать. Да, но он телефон не поднимает. Ну, так сказать, с ним… Либо Леониду. Леонид поднимает телефон. Нет. Телефон. Да. Телефон тренируется в последнее время. Даже телефон может поднимать. Ну, вот, к тому, что сказал Лев, у меня такое впечатление, что где-то в 2015 году вышла книга с таково-частотным анализом. Я могу ошибаться, Шекспиревский, и в котором доказательства множественности. Ну, но я бы спросил этого. Ну, надо… Да, я бы слышал. Как тут мимо меня, потому что, вообще-то, меня это тоже интересует сам вопрос. По крайней мере, как-то не попадалось ничего. А очень интересно было бы узнать, действительно, из какой анализ был произведен. Ну, и потом интересно поговорить о Гамлете. Гамлет сам по себе интересен. Даже без такого анализа. Знаете, вот насчет Гамлета я хочу сказать, что, мне кажется, действительно, многие, те, кто как-то анализировали Гамлета, старая укоренившаяся точка зрения, что Гамлет – человек, который разъедает, его разъедает рефлексия такая, не способен на решительные поступки, он все медлит там. Мне кажется, это очень глубокая точка зрения. Все дело в том, что Гамлет понимает глубокую такую суть реальности, вот в чем дело. То есть автор его понимает и вкладывает в это. Он понимает, что убийство одного человека вовсе не искореняет мирового зла. Он видит это мировое зло торжествующим и не знает вообще, что делать. Он в нерешительности, как приняться с ним бороться. Ну, вот то, что вы говорите, это есть у Выгодского тоже. Вот Выгодский – это считается редкий текст. Будучи 16-летним, 17-летним человеком, такой великий русский чехолок, Лев Выгодский написал эссе о Гамлете. И оно в психологии искусства идет к последнему. Это очень интересный текст. Такой гениальный текст. Он есть в интернете. Он есть в интернете. Да, да, он есть в интернете. Побрать Выгодский, что там будет. Все, все, Гамлет Выгодский. Гамлет Выгодский, да. Он интересный. Ну, в большом случае, как попытка такая, как интересный. Вот, то есть, культурно очищенная, то есть, вне контекста, так сказать, анализ. Такое. Но, то, что Вы сказали, это правильно, это можно и так, да? Можно. Это же трактовка. В конце концов, он убивает его, но это в состоянии аффекта, когда он сам... Это же возникает случайно, и это убийство случайно. Так, кстати. Случайность. Да. Нет, это... Да. Ну, из современных, в русскоязычной среде, по-моему, наиболее громкий был анализ стихов Удона. Ну, да. Ну, он ни к чему не привел. То есть... Нет, привел, привел. Авторство Тихого Удона не подлежит сомнению на сегодня. Не знаю. Вот это Барзелл, Барзелл книжка. Ну, Барзелл, да. Совершенно верно. Но, тем не менее, никаких изменений, никто из специалистов не поменял своего мнения. Ну, не хотели поменять. Барзелл. Ну, так это же... Как фамилию его забыл? Назаров. 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 Нет, нет. Барзелл, я понимаю. Нет. Это офицера, который... Назаров. Назаров, да? Да. Русская фамилия. Угу. Ну, идея о том, судя по тому, какие действительно разные тексты выходили, потом подняли Лена, потом там... Это они сражались за родину или как это назвалось там. Да. Ну, судя по всему этому, действительно было, так сказать, какие-то литературные негры там работали. Ну, вот скажем так, я... Твардовский никогда не верил, что Шолохов написал эту хитру. Твардовский. Ну, понятно, да. И потом у Шолохова, если вы помните, у него есть интересная такая деталь в последней поднятой середине. Там всегда человек живет где-то в подвале, где-то в каком-то месте и что-то там делает. Это такая... скрывается в доме. Вот такая деталь. Не помню все. Ну, и потом «Судьба человека» это стилистика Платонова. «Судьба человека». Она, так сказать, рассказ такой сильный, сильный Шолоховский рассказ «Судьба человека». Ну, да. Она... Если вы поставите... Если вы возьмете рассказ Платонова «Возвращение», замечательный рассказ, то это по типу одни и те же рассказы. То есть по... То есть там не шелковая стилистика. Трудное возвращение. Ну, в общем, много загадок. Ну, Платонов большой человек, конечно. Да? Да, очень большой. И такой разнообразный. Да. С большим чувством юмора и одновременно очень такой тягостный, грустный. про Шолохова я тоже не знаю работ, которые бы производили количественный статистический анализ. Я думал бы это проделать, конечно. Это, кстати, современными компьютерными технологиями. Это шведы сделали, но они сделали, так сказать, они якобы подтвердили, что Шолохов автор. Шведы. Было такое. Да. Нас ему дали Нобелевскую. Да, да. У Шолохова загадка состоит в том, что его поведение по отношению к Сталину. Потому что он очень дерзко себя вел по отношению к Сталину. Понимаете? И вот это как-то не стыкуется с позицией, что это был проект и все такое. Вот это, вот это. Потому что письма его к Сталину, когда он говорит о коллективизации, они очень дерзкие. Но это все-таки 29-й год, время еще. Это после, это 30-й год. 30-й. У Сталина были как бы такие священные коровы, которых он специально как бы держал в качестве. Ему же нужны были какие-то все-таки ориентиры, которые что-то давали о внешнем мире какую-то. Да, да. Вот. Ну, в частности, он точно так же покровительствовал Юдиной, а Юдиной ему писал такие возмутительные письма. Юдиной Марии, Марии, Марии. Ну, да. Пианистки, пианистки. Пианистки, да. Ну, да. То есть, любого бы тут же расстреляли вообще. Я вообще не понимаю. Понимаете, сам тот факт, что эти письма с таким возмутительным содержанием на него все-таки доходили, он на них реагировал, это само по себе интересно, потому что вообще, если кто попал и написал бы такое письмо, просто его бы тут же схватили эти ГБшники и все. Я могу процитировать Василия Скандера. Когда Берия разговаривает со Сталином относительно Целукадзе, какой-то, так сказать, который, значит, партийный чиновник, который был в какой-то оппозиции, что мы будем с ним делать. Да, он говорит, значит, текст автора самого как бы от Фазиба Скандера. Со старыми большевиками вопрос был сложный. Вообще-то их отстреливали, но некоторых людей почему-то сохраняли. И тут можно было ошибиться. Поэтому Берия подходила осторожно, обращаясь со Сталином относительно какого-то человека. то есть это был театр марионеток и кукловодом был товарищ Сталин. господа, можно раскланяюсь с вами? Конечно, большое спасибо. Я очень причинен широтой ваших интересов. Было довольно необычное у нас сегодня заседание. И доклад интересный, и мистификация тоже всем, мне кажется, всем очень понравилась. Спасибо. Спасибо вам за приглашение. Когда-нибудь увидимся. Да, удивительно, я тоже ничего не знал об этом Кузнецове, это действительно очень интересный феномен исторический. И, по-видимому, очень, кроме вашей работы, мало кто этим занимался. Спасибо. Ведь наверняка имеется масса все-таки материалов в архивах о нем. До них надо добраться. Ну, да. Когда же мы доберемся? Наверное, никогда. для этого надо долго жить. Мне написали два письма, я вот как-то на воене с тех пор они больше не пишут. Они мне написали в ноябре с первого года. В ноябре. Я думаю, сейчас они бы не ответили. По-моему, фраза Жванецкого. Россия хорошая страна, но в ней надо очень долго жить. Не жить. Ладно. Ну, спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо большое. Всего хорошего. Пока. Вы наилучшего. Спасибо. Спасибо. Спасибо.